здравствуйте давайте посмотрим следующий счет это мячик основной вопрос был о том что скользит или буксует как его определить и как исправить остальные части очень хорошо тайминг и вот это скошен стреч а в основном что поворот немножко буксует где-то скользит вот это момент нужно исправить то есть прошлый раз тоже был комментарий по этому поводу до сих пор эти проблемы есть нужно узнать скользит или нет или как узнать как можно определить точно вот это вопрос самый важный давайте попробуем решить эту проблему вот для этого я вам покажу как именно происходит поворот механику для этого было бы здорово посмотрите это референсы и нужно посмотреть как поворачивается к мячик на поверхности именно чтобы не было бук буксировка если трудно найти таких референсов можно посмотреть вручную давайте создадим шар так поворот вот теперь его сделаем так чтобы было понятно и этот чтобы при движении он сам поворачивался создадим expression идет expression вот это равно равно сначала транс лейт зина пишем просто крейки при этом поворачивается вот это минус 90 сделаем поворачивается но очень медленно потому что они просто равна это друг другу нужно по-другому сделать нужно вот это делить на поверхность то есть циркум фэнс называется одну вспомним геометрию это будет делим так делим делим на и 2 pr это целиком вот эта поверхность шара круга 2 умножаем на пи это примерно чти 314 и и а р р у нас это единица и умножаем на 360 градусов и идет теперь когда поворачиваем видите видите он не скользит вот вот это идеальный поворот это но мы не должны ригит это я просто сделать так чтобы показать рэв как референс как двигается сама этот поворачивается сам мячик и узнать как будет поворачивается этот вот поставим ключик вот здесь зи и вот здесь будет один поворот вот ходит вот сюда энджинс ауто так теперь чтобы посмотреть создадим один локатор вот здесь локатор создали прикрепим вот этому вертексу вот видели вот этот вертекс выделим локатор constrain point on poly вот локатор constrain видите теперь можно посмотреть как движется а вот это вот это на поверхности так два плюс один вот вот смотрим на так если получится визуалайз госселектов вот смотрите 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 Угу. Locator. Так. Goes selected. Goes, goes, goes. Не показывает. Ну ладно. August. Выберем другое. Вот. Выберем как движется. Вот. Вот это один вертекс, один поверхность, точка на поверхность, как будет двигаться вот так. Видите? Когда поворачивается этот мячик вперед. Видите? Сама вот эта точка тоже тоже поворачивается вперед. Видите? Вот так. Вот так. Если вот эта линия не так получается, значит он либо скользит, либо буксует. давайте посмотрим, давайте посмотрим как у вас. Как у вас происходит. Вот смотрим вот здесь. вот так. Вот. Давайте посмотрим вот эту точку и поставим трек. Эта точка. вот эта точка. Эта точка. Эта точка. Эта точка. получается. Ииии. Здоровенько. Вот так .. Теперь посмотрим на ... траекторию. Вот видите... угол не так уж крутой вот и вот здесь вот здесь у вас появляется сперва у вас углу так вот так не не очень крутой и более крутой я имею ввиду и вот здесь вот такая штука есть из этого из этого полностью вот это скользит буксует я не виду буксует значит поворот у вас больше чем надо видите это ваша вот это здесь буксировка вот буксует то есть поворот больше чем надо из этого буксует угол крутой и вот здесь видите какая есть а должна быть вот такая вот здесь острый такая как бонсинг бол если это если буксует вот так получится а если скользит получится вот такая штука вот такая штука если если скользит мячик вот так то есть набор на обоих случаях нужно работать с поворотом то есть на вашем случае нужно уменьшить поворот вот это поворот нужно уменьшить нагрев видите ли просто выделяйте граф целиком и скейлите скейлите со скейл тулом с этим просто выделяйте вам нужную rotation вот эту на граф и удалите вот так думаю это все я показал просто как нужно определить скользит или нет и в общем механику скользения или букс буксировки как можно исправить это спасибо за внимание